Алексей Гетьман, военный эксперт, майор запаса вооруженных сил Украины. Здравствуйте. 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 Видим, жены мобилизованных все-таки бунтуют, пытаются, по крайней мере, бунтовать. Хотят, чтобы вернули их мужей. Если раньше говорили о какой-то ротации, то сейчас хотят, чтобы их просто забрали с фронта, вернули им назад. Как вы считаете, понимали ли они, когда провожали их на фронт, что вот это прощание славянки, которое у них обычно звучит, что это в прямом смысле слова прощание со своими близкими? Я думаю, да. Я думаю, они это понимали, хотя не хотели себе сами в этом признаться. Тот бунт, про который вы говорите в России, его пока можно назвать бессмысленным, но еще далеко не беспощадным. Хотелось бы, чтобы он стал беспощадным, чтобы эти действия как-то влияли на ситуацию в середине Российской Федерации, чтобы начались какие-то движения более активные. А так, по одиночной выходе с разговорами про то, что верните наших мужей, ну, на кого-то действует. Они действительно думают, что просто Путин там, царь, не знает про то, что творят бояры, поэтому мы сейчас выйдем, откроем ему глаза. Я видел несколько видео, как они просят руководство что-то им помочь, ну, политическое руководство. Они стояли, по-моему, под памятником Пушкина и очень просили или губернатора, или президента, я уже точно не скажу. А в конце они подкрепили свою просьбу, став на колени и продолжали просить дальше. Ой, можно я процитирую? Вот просто вы сказали, не могу просто удержаться, русскую классику, да? Любят русские люди бунтовать, станут на колени перед барским домом и стоят под лицей, и ведь знают, что бунтуют, и все равно стоят. Тургенев, по-моему, я не ошибаюсь, нет? Нет, не Тургенев. Салтаков Щедрин. Салтаков Щедрин, да, Салтаков Щедрин. Простите. Так вот такое, в принципе, похоже на такой бунт на коленях, да, и потом вот в конце стали под памятником Пушкина на колени, и, говорит, бояре плохие, царь хороший, да? Моя включительница русского языка и литература, когда в школе, за то, что я перепутал чья-то фраза, поставила бы двойку, я бы другой пересдавал. Мы потихонечку подходим от той российской культуры, от парадигмы, и, вы знаете, ну, они сами себя убедили в том, что их творческое наследие, если мы так два слова про это скажем, оно какое-то великое, неповторимое, это, ну, не соответствует действительности. Я думаю, что тот же самый, например, Пушкин и, ну, Катерезкин написал, ну, еще инвиду, поэму в стихах раньше Пушкина, а Пушкин просто повторял за Геоту Фауста, которого все знают, а вот Евгений Онегин, это почему-то они россияне, они не слыхали, что, оказывается, раньше Фауст написал, не Фауст, Геоту написал Фауст, а через лет 50 только Пушкин написал Евгений Онегин, и от этого еще Патерезкин написал Эмииду. Зато памятник Пушкина стоит, и под ним очень удобно встать на колени, прося Путина о чем-то, и Путин, конечно же, услышит. Давайте вернемся к военным темам. За 23 месяца войны в Украине российская армия потеряла, по крайней мере, 2619 танков. Учитывая, что российские вооруженные силы вступили в войну в феврале 22-го года, у них было 2987 танков, почти вот за два года было уничтожено около 90% этого количества. Вот так сообщают источники Форбс. Знаете, звучит красиво, но ведь эта цифра не учитывает многих других факторов, так ведь? Так что обольщаться достаточно рано. Не, ну у них сейчас находится немножко меньше 3000 танков на поле боя. Из них 1000 к разнокупенск-алиманскому направлению. То есть они почувствовали уничтожение такого количества, оно на них повлияло, но у них промышленность может производить эти танки. И со складов, где сохранялось порядка 15 тысяч танков, они могут доставать по 50 примерно танков в месяц. Ну, доставать, что значит доставать? Из трех, четырех и пяти танков они могут собрать один, который ездит, как-то стреляет, 20-30 как минимум. И вот это количество с 15 тысяч они могут собрать примерно 34 тысячи. И половину они, ну, привезти в боевое состояние, и половину они уже использовали, ну, того, что могли привезти. То есть на сегодняшний день они могут оттуда достать со складов где-то до 2000 танков и все. Дальше должна работать их промышленность, которая производит, как мы знаем, 20 танков в месяц, не больше. И вот это доставание со складов дает им возможность поставлять еще приблизительно 50 танков в месяц на поле боя. То есть из тех двух тысяч, которые они могут еще достать, это только по 50 в месяц. Быстрее не получится, нет у них возможности их приводить в порядок. Итого математически складываем, получаем 70 танков. И в месяц они могут добавлять к тем трем тысячам, которые у них есть на поле боя. Но мы уничтожаем больше 200 в месяц, поэтому там баланс отрицательный. Поэтому когда говорят о том, что это война на истощение, это в том числе и на истощение их танков, которые так или иначе, но через какое-то время просто начнут заканчиваться. Ну, если посчитать математически, нужно просто взять калькулятор, то все закончатся где-то до конца 2025 года. Но это не значит, что до 2025 года они могут их активно использовать. Я думаю, что если мы также будем уничтожать эти танки по 200 в месяц, то в принципе до конца года у них с бронетехникой будут большие проблемы. Вот такая тема очень важная. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что российские оккупационные войска осуществили в Украине 626 атак с применением боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами. Из них, 51 с начала января 2024 года, я напомню, что применение химического оружия запрещено конвенцией о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения от 13 января 1993 года. Вопрос. Ну и что? И как на это реагирует мир? Ну, возможно, я что-то пропустил, но я не видел ни одного случая ни о беспокоенности, не говоря уже о глубокой обеспокоенности. Да, вот у них еще есть шаг после обеспокоенности, еще и злобокая обеспокоенность. Ну, хлорпикрин, по-моему, или я точно не скажу. Да, там несколько типов гранат, основная, это они сбрасывали, я знаю, по нашим позициям с дронов хлорпикриновые гранаты. Это вещество раздражающего действия, если наши зрители не знают это название. Ну, эти отравляющие вещества, это не зарин, заман, там, иприт, они не... Ну, это не нервно-паралитические, но раздражающие действия, но также химические. Они раздражающие. Если хорошо надышаться, то это может привести к смерти, но, в принципе, это просто выводит из строя, ну, достаточно длительное время. Это человек кашляет, у него слезя за глазами, он плохо видит, задуха. То есть это удушающие такого действия, это, ну, в принципе, это смерть. Его, ну, оно не настолько токсично, как другие, те, что они в Сирии применяли, россияне. Ну, это нарушение всех конвенций на применение химического оружия, это, ну, уничтожение дамба. Это все попадает под категорию военных преступлений. Ну, и наши партнеры будут, ну, они этим тоже, я думаю, очень сильно заботятся и будут очень сильно переживать по этому поводу. Ну, хорошо бы, потому что, честно говоря, еще раз повторю, я не слышал вот ни одной реакции на то, что... Новости, да, идут о том, что Россия применяет химическое оружие раздражающего действия на фронте, но при этом реакции пока наших союзников, как минимум, мировой общественности, я, честно говоря, не слышал. Но мировая общественность будет просить подтверждения, мировая общественность будет создавать комиссии, которые будут изучать этот вопрос досконально, ну и так далее. Ну, вы знаете, вот эти международные институции, они сыграли свою позитивную роль, и Красный Крест, все эти Женевские конвексы, 1, 2, 3, 4, это все было, это все работало. Сейчас, ну, ни организации, ни ОБСЕ, ни ООН, ни Красный Крест, они не могут выполнить ту функцию, ради которой они существуют, ради которой все страны, в том числе и Украина, платят взносы для того, чтобы эти организации, сотрудники этих организаций могли арендовать офисы, могли получать заработную плату, могли использовать аэротехнику. То есть весь мир содержит эти организации для того, чтобы они приносили, давали какой-то результат. Результатов никакого нету. Поэтому возникает вопрос о том, что, мне кажется, надо, мне кажется, что эти организации не разгонять надо, там не шашкой махать, а их надо сильно видоизменять. Глубоко реформировать, конечно. Глубоко реформировать. Можно опять вернуть название с ООН в Лигу наций. Была же Лига наций до Второй мировой войны. Она прекратила свое существование, потому что она не смогла добиться, не смогла сделать так, чтобы не началась Вторая мировая война, хотя там выгоняли Советский Союз с этой Лиги наций, но это отдельный разговор. Сейчас Третья мировая, можно считать, что она уже началась, потому что когда в 1939 году немцы атаковали, а потом Советский Союз в Польше, никто не говорил, что первое, никто не сказал остая малочка, первое сентября 1939 года началась Вторая мировая война. То, что это была Вторая мировая война, поняли уже, наверное, в 1943-1944 году, когда уже горела вся Европа. Так же сейчас вполне возможно, что Третья мировая война началась 22-2022, 24-го, простите, 22-го, поэтому эти организации не смогли ее остановить, и сейчас она продолжает расползаться по всему миру, она продолжает усиливаться, и, ну знаете, если они хотят выражать крайнюю запущенность, ну для этого они могут уйти с этих должностей, можно закрыть эти ненужные на сегодняшний день организации, и они могут где-то в барах у себя дома сидеть и выражать крайнюю озабоченность. Это никому не интересно, зачем мы им платим деньги, в том числе наша страна делает взносы в эти организации, чтобы что, чтобы они рассказывали, как они озабочены? Да нам плевать, насколько вы там озабочены, простите за такие слова. Хочу вот буквально подтвердить ваши слова, в том числе и словами президента в Давосе, вот он говорил о том, что именно Украина сегодня это возможность остановить катастрофу, вот та война, которая расползается по миру, мы видим, если бы Путина остановили буквально в первый год этой войны, возможно, тех конфликтов, которые мы видим сегодня и на Ближнем Востоке, и тех диктаторов, которые сегодня поднимают головы, и та ось зла, которая формируется, возможно, всего этого бы и не было. Мне кажется, что и в Европе, и в Америке к людям приходит это понимание, но все-таки как-то достаточно поздно, да, диктаторов. Это показывает опыт, то, что вы сегодня тоже сказали, 1939 год показывает опыт Второй мировой войны, ну и Первой мировой войны, тем не менее Второй мировой войны больше, когда тоже вот очень долго выжидали, очень долго выжидали, пока Гитлер не захватил практически всю Европу. И вот сейчас, действительно, президент правильно сказал, возможность остановить катастрофу есть. Сделайте это в Украине, помогите. Если проводить, ну не аналогии, а просто смотреть в историю и вспоминать Вторую мировую войну, то для нас всех надо понимать, что помнить, вернее, ну знать или помнить о том, что это была не одна Германия, это было несколько или другие европейские страны, которые поддерживали Гитлера. И мы, для чего я это говорю, мы не должны удивляться, что сейчас в Европе, кстати, те же самые страны, поддерживают Путина, поэтому если эта война уже будет официально признана Третьей мировой войной, то это не будет одна Россия, Иран и Северная Корея. Будут, я не хочу назвать эти страны, это уже не стоит этого делать, но я думаю, что и некоторые европейские страны, в том числе, будут поддерживать вот этого зла. Ну так уже было, и это те же страны, я думаю. Ну и похоже на Западе, как мы уже с вами сказали сегодня, на Западе это начинают понимать. Вы помните цифры о том, что вот крайние цифры, последние цифры опросов в Германии о том, что 17% немцев согласны защищать свою страну, до этого эта цифра была, насколько я помню, 11%, там говорили, что 5% готовы воевать сразу за свою страну, и 6%, если их призовут. Вот последние цифры, я помню, что 17% заявили, что они готовы защищать свою страну. Ведь они видят, буквально я не устаю от эфира к эфиру это повторять, они же видят, что Россия воюет в Украине, но на их машинах, буквально мирных, цивильных машинах, они пишут на Берлин, на Берлин, да, и вот в Германии понимают, чем это им грозит. И вот немецкая оппозиция сейчас вот хочет голосования в Бундестаге за поставки Украине ракет «Таурус», и ранее председатель вот даже ХДС партии в очередной раз призвал канцлера Олафа Шольца прекратить промедление с поставкой крылатых ракет «Таурус» в Украину. Они хотят максимально внести вот свою лепту в то, чтобы остановить Путина, пока вот эти надписи на Берлин не появились на танках, в конце концов, российских. Ну, я думаю, они появятся. Ну, мы же знаем, что иногда канцлеры Германии после того, как уходят с этой должности, получают очень неплохую должность в российских, там, «Газпроме», например. Поэтому, я думаю, там есть какие-то серьезные связи, горизонтальные, скажем так, между политической элитой немецкой и российской, потому что объяснить каким-то здравым смыслом промедление с поставкой нам ракет, которые нам крайне необходимы, оно очень тяжело. Я думаю, тут какие-то все-таки работают связи. Мы помним все эти отговорки, я не хочу ничего плохого сказать про Шульца, я понимаю, что канцлер – это не просто человек, это, скажем, институт, то есть это целая система. И его мнение, по большому счету, имеет значение, но не принципиально. Он должен действовать в рамках определенных своих полномочий, в рамках системы. Короче, это целая система людей, которые дают советы. Это политика Германии, которую он должен связать, внешняя, внутренняя. Поэтому иногда его мнение нам может быть противоположным по сравнению с теми действиями, которые он должен делать как канцлер, как руководитель страны. Вот, ну, те отмазки, мы же помним, как были разговоры про Таурус, что он, Германия не будет их поставлять, пока нам, американцы, не придут ракеты от Атакамс. Это уже и скалпы были, уже и ракеты от Великобритании были, уже и Атакамсы есть. Там было, вот я думаю, если бы это все-таки как-то чуть-чуть более активно работали бы наши дипломаты, если бы они показывали, в Германии, вот часто показывали то, что говорил ихний канцлер. А говорил он следующее, что они будут солидарны с ихним главным военным партнером Соединенными Штатами, партнером по НАТО, как в поставке, так и в непоставке. Вот американцы не поставляют, и мы с ними солидарны. Вот как только американцы начнут поставлять, мы также солидарны будем поставлять ракеты. Американцы поставили. Началась следующая серия. Началось то, что для того, чтобы использовать эти ракеты, нужно учиться как минимум год. И на вопрос, подождите, на самолетах люди учатся. Мы освоили Патриот, мы освоили достаточно сложную кемику. У нас уже летают скальпы, летают штурмшеты. Какой год нужно учиться? И третья, вишня натура, была для того, чтобы назвать немецкий язык. Ну это просто катастрофа. То есть, ну шо ж ты, шо ж ты... Да найдутся у нас специалисты, которые знают немецкий язык и смогут нажать кнопку, чтобы запустить эту ракету. Просто я хотел бы, чтобы вот эти слова, которые говорил канцлер Германии, оправдывая неподставку Таурус в Украину, чтобы это часто рассказывали нашим друзьям, нашим в Германии. Наш простынбург, они, может быть, так подзабыли. Или у них куча своих дел, они на это не очень так засредживаются. Просто иногда напоминаешь. Нет, ну мы должны отдать должное Германии, они очень сильно помогают, их помощь самая масштабная в Европе по денежному выражению, выражению в технике, по ВВП, насколько я помню, больше всего помогают нам страны Балки, но Германия очень много дает. Но вот эти ракеты... Эти ракеты, они просто сейчас ключевые. Это то, что было нужно еще на вчера. Вы знаете, ну вот давайте, ну я не хочу приводить какие-то примеры из какой-то супружеской жизни, но даже если вы любите своих родственников, близких, там, жену, ну, там, детей, то это не значит, что когда они делают какие-то вещи, которые не совсем правильные, вы не должны сделать им замечания или высказывать свое мнение, что вам не нравится такое-такое поведение ваших, не знаю, родителей, жен, детей, то есть вы это должны дать с любовью, без ненависти, но если кто-то делает очевидно неправильные вещи, то почему об этом нельзя говорить, потому что это канцлер Германии, а они нам помогают, поэтому мы не замещаем тех ошибок, которые они делают, но так это неправильная политика, так не делается, это так не по-дружески. По-дружески настоящий друг всегда подскажет, по-доброму, подскажет, где ты ошибаешься, чтобы ты дальше не ошибался, не будут закрывать глаза на твои очевидные ошибки. Это не просто. Если нужно, то даст ракеты, чтобы бороться с общим врагом. Вот такой вопрос еще буквально пару минут успеваем с вами обсудить. Президент страны-агрессора Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ, вот он пожаловался буквально на отказ Украины от переговоров с Россией и начал даже ругать украинскую сторону, потому что, по его словам, все бы давно уже закончилось. И вот Путин также назвал формулу мира продолжением реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоров с Россией. Вот что это такое? Это запретительные требования для переговорного процесса. Вот так считает президент страны-агрессора. То есть капитуляцию Украины они хотят назвать переговорами. Выходит так, что Путин сидит себе обижается. Ну почему же они сразу не сдались? Почему? Ну надо было сразу сдаться, а так сразу не сдались, а теперь приходится воевать. Так выходит? Вот это называется переговорами с их точки зрения. Ну да, они захватили нашу территорию и теперь они хотят, чтобы мы с ними вступили переговоры. Мы не против, вы уберите войска с наших территорий и тогда мы можем начинать о чем-то говорить. Но тут хитрость в чем у Путина. Ну он такой, думает, что все такие дурные, он такой умный. Дело в том, что они в Конституцию прописали, что некоторые области нашей страны, это уже стали частью Российской Федерации. То есть Харьковская, Херсонская область, Запрошская область. По Конституции эта территория, это часть федеративного образования Российской Федерации. Если мы на официальном уровне начинаем с ними переговоры, значит мы признаем делегацию Российской Федерации, мы признаем в том числе их полномочия и их Конституцию, так как они представляют свою страну. Значит мы автоматически, начав переговоры, мы признаем то, что наши некоторые области это часть уже федерального образования Российской Федерации. Поэтому мы просто не можем. Так, ну в любой войне переговоры на уровне там такие секретные, скажем, на уровне там дипломатов, они проводятся, но какие-то консультации, скажем так, через третьи лица, но это в любой войне, в любое время. Но официально начинать переговоры, признавая Конституцию тем самым Российской Федерации, мы просто не имеем права. Это не то, что президент Зеленский не хочет. Надо ему приводить стрелки Путина на Зеленского. Он президент, он опять же, наш президент тоже целый институт. Он прекрасно понимает, что такие действия мы не имеем права делать. Мы не имеем права направлять официальную делегацию, тем самым признавая Конституцию Российской Федерации, тем самым признавая, что эти области уже не принадлежат Украине. Согласен. Ну и такие, знаете, честно говоря, какие-то такие детские обиды. Вот мы начали драку, а нам ответили, а почему же сразу не сдались? Да и не будем сдаваться. Будем драться, как сказал президент до конца, пока хулиган, этот питерский хулиган не оставит свои попытки. Нельзя приходить людей по возрасту, делать сегрегацию. Но у Путина часто, знаете, с возрастом бывает разное. Кто-то в детство впадает. Он, присмотрите, очень часто цитирует или декламирует какие-то детские стишки. Детские стишки, да, пословицы. Да. Мерзный-мерзый волчий хвост, кто там первый начал. Ну такое, он думает, что это весело. Много говорит о том, что он... Согласен с вами, согласен. А то, что они записали свою конституцию, но могут записать туда еще территорию Луны и спутники Сатурна, например, это ничего не изменит на самом деле. Спасибо вам большое. Спасибо за эту интересную беседу. Алексей Гетьман, военный эксперт, майор запаса Вооруженных Сил Украины, был в эфире Фридома. Благодарю, что вышли с нами на связь. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Фридом. Фридом. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.